Григория Кулика называют худшим маршалом в истории Советского Союза. В его адрес традиционно выставляют серьезнейшие обвинения. Возможно, на самом деле Кулик не был настолько плох, как про него говорили. Однако кого-то требовалось назначить главным антигероем Великой Отечественной, и незавидная участь выпала уроженцу Полтавщины. Если его сослуживец по Холхинголу Георгий Жуков вошел в историю как маршал Победы, то Кулика окрестили маршалом поражения. Молодой 22-летний Григорий Кулик начал свою военную службу в 1912 году. Благодаря наличию хоть и начального, но образования, его отрядили не в пехоту, а в артиллерию. Стоит отметить, что получалось у Кулика совсем неплохо. К моменту революции он имел звание старшего фейерверкера, это старший унтер-офицерский чин в артиллерии. Артиллеристов всегда старались отбирать из тех новобранцев, кто был посмышленнее. А уж в унтер-офицеры дураков никогда не выдвигали. Старший фейерверкер – это максимум, на что мог рассчитывать человек с начальным образованием, без дополнительного военного обучения. Возможно, после войны Кулик мог бы получить образование и офицерские погоны, но тут случилась революция. Учиться стало попросту незачем. Зачем что-то там зубрить, если можно выбрать правильную сторону и за считанные недели выдвинуться из унтер-офицеров в командующие армии? Будучи бойким человеком с подвешенным языком, он окунулся в революционную стихию. Выступал на солдатских митингах, избирался в солдатские комитеты, возникшие после демократизации армии. После окончательного развала армии, сопровождавшегося стихийной демобилизацией, Кулик вернулся домой и сколотил из недавних солдат свой собственный отряд. Тогда это было очень модным, особенно в условиях грядущей войны «Всех против всех». Знакомство с Ворошиловым, который на тот момент командовал только что сформированной 5-й армией, стало судьбоносным для Кулика. Ворошилов полководческих талантов не имел и вообще был сторонником партизанской армии, зато имел серьезные связи в Москве. Поскольку Ворошилов категорически не доверял царским офицерам, он подыскивал себе специалиста по артиллерии из числа рядовых или унтер-офицеров. Узнав, что Кулик был старшим фейерверкером, да еще и имеет крестьянское происхождение, он без особых раздумий назначил его начальником артиллерии своей армии. Это стало началом долгой дружбы. В Царицыне Ворошилов и Кулик обороняли город вместе со Сталином. Сталин, как и Ворошилов, с предубеждением относился к военспецам, кадровым офицерам царской армии, поэтому выбор Кулика Ворошиловым одобрял. После того, как Ворошилов становится наркомом по военным и морским делам, Кулика назначают начальником артиллерийского управления РККА. Кулик без особого восторга отнесся к чисткам в армии и даже осторожно высказал мысль, что чистки могут ослабить армию. Тем не менее, именно чистки позволили ему окончательно утвердиться в числе главных военачальников РККА. В 1939 году он становится заместителем наркома обороны Ворошилова. В том же году, в столкновениях на Халхенголе, Кулику была предоставлена возможность отличиться. Он прибыл туда в качестве советника Жукова по артиллерии. Однако опыт оказался неудачным. Они с Жуковым сразу же не сошлись во мнениях, Жукову, присланный из Москвы, Кулик раздражал своими неуместными советами, и он в конце концов пожаловался на него Ворошилову, который отозвал своего заместителя назад. Звездным часом Кулика стала советско-финская война. Ключевая роль в прорыве хорошо укрепленной линии Маннергейма отводилась именно артиллерии. Кулик был награжден звездой Героя Советского Союза и получил звание маршала. В конце 1939 года вторая жена Кулика, Кира Симонич, была похищена сотрудниками НКВД. Без всякого ордера и суда ее продержали в Сухановской тюрьме, а затем расстреляли под предлогом того, что она была дочерью сербского графа и слишком часто общалась с подозрительными иностранцами. Второй тревожный звоночек для Кулика прозвенел накануне войны. 14 июня он был снят с поста начальника Главного артиллерийского управления, а его заместитель Савченко арестован и позже расстрелян. Однако Кулику пока еще ничто не угрожало. На второй день войны он был экстренно отправлен в штаб Западного фронта. После этого маршал пропал на две недели. Только в начале июля стало известно, что из-за царившего войска Хаоса он заплутал, оказался в окружении и вышел к своим благодаря тому, что выбросил документы, спрятал ордена и переоделся в крестьянина. Об этом Сталину доложили, и он был очень недоволен поведением Кулика. Возможно, в том числе и этот случай повлиял на то, что в августе вышел приказ номер 270, которым командиры, срывавшие знаки различия и уходившие в тыл, объявлялись дезертирами и приговаривались к расстрелу на месте, а их семьи подлежали аресту. После этого Кулика перебросили на Ленинградский фронт командовать 54-й армией. Командующий фронтом Жуков, к слову, на тот момент только генерал армии, то есть имевший звание ниже, чем у Кулика, настоял на том, чтобы армия экстренно перешла в наступление. Кулик просил дать еще несколько дней на подготовку, но Жуков и Ставка настояли на своем. В итоге плохо подготовленное наступление провалилось. Стоит отметить, что вина непосредственно Кулика в этой неудаче не была решающей. Тем не менее, его сняли с поста с формулировкой «не справляется с выполнением поставленной перед ним задачи». Кулика направили в Ростов-на-Дону на формирование армии для обороны города, но через несколько дней перебросили в Керчь, которая и стала его крахом. Прибыв в город, он получил приказ Ставки удержать его ценой любых потерь. Однако в Керчи царил полный развал, имевшиеся в наличии части понесли в боях очень тяжелые потери, были деморализованы и беспорядочно отступали. Оценив обстановку, Кулик велел оставить город и отступить на Таманский полуостров, чтобы организовать оборону уже там. После этого он выехал в Ростов, который также был оставлен через несколько дней. Впрочем, вскоре его отбили обратно. Но Кулика уже отозвали в Москву. Сам он был абсолютно уверен в том, что поступил правильно, оценив обстановку непосредственно на месте и объяснит все Сталину. Однако он не учел одного момента. Сталин мог снисходительно относиться к некоторым слабостям своих соратников, к выпивке, глупости и так далее, если соратники были для него важны. Но вот чего он не прощал никому и никогда, так это не выполнение его приказов. В своей объяснительной Кулик уверенно утверждал, что был прав, но явно не подумал, как следует, и сделал очень неосторожный выпад против Сталина. Если некоторые стратеги считают, что удержанием города Керчь с гаванью прикрыто движение противника на Северный Кавказ, то есть на Таманский полуостров, то они глубоко ошибаются и не понимают обстановки. От такой объяснительной Сталин был просто в ярости. Мало того, что маршал позволил себе не выполнить его приказ, так еще и начал поучать его в стратегии. Сталин также заинтересовался обстоятельствами сдачи Ростова, запросив информацию на Кулика у секретаря обкома Двинского. Тот старательно перечислил все недостатки Кулика, каждый день пил вино, боялся танков, плохо командовал. В конце февраля 1942 года Верховный суд разжаловал маршала в генерал-майоры и лишил его всех наград. Кулик был снят с поста заместителя наркома и исключен из ЦК. В воспитательных целях приказ был доведен до командиров в войсках с пометкой Сталина. Предупреждаю, что и впредь будут приниматься решительные меры в отношении тех командиров и начальников, невзирая на лица и заслуги в прошлом, которые не выполняют или недобросовестно выполняют приказы командования, проявляют трусость, деморализуют войска своими пораженческими настроениями. После этого Кулика отправили в резерв на целый год. В 1943 ему опять дали шанс. Его назначили командующим 4-й армией и повысили до генерала-лейтенанта. Однако возвращение было недолгим. Уже в сентябре того же года его сняли с поста за неудачное руководство. Кулик был назначен заместителем начальника главного управления формирования и укомплектования РККА. Ну а теперь он уже находился под пристальным наблюдением и уже в апреле 1945 Кулик предстал перед комиссией партийного контроля. Поводом стал донос, отправленный генералом Петровым. После смерти Сталина он утверждал, что на доносе настоял сам Абакумов. В нем он сообщал Сталину, что Кулик ведет недостойные члена партии разговоры в кругу военных. В частности, восхваляет офицерский состав царской армии, принижает советский и жалуется на то, что его не ценят. По итогам рассмотрения его дела, Кулика исключили из партии и понизили в звании до генерал-майора. После этого он был ненадолго назначен заместителем командующего Приволжского военного округа. Летом 1946 года Кулика отправили в отставку. Но к этому моменту он уже был обречен. Сталин очень сильно не доверял обиженным военным. За Куликом пришли через полгода после его отставки. Как раз началась очередная волна репрессий в армии, под которую попал и отставной Кулик. Он был арестован вместе со служивцами по Приволжскому военному округу, генералами Гордовым и Рыбальченко. Их обвинили в создании террористической заговорческой группы, которая вынашивала планы реставрации капитализма и упразднения политических органов в армии. Они также обвинялись в том, что допускали измененческие высказывания в адрес руководителей Советского государства. Два с половиной года генералы провели в заключении, после чего предстали перед судом летом 1950 года. Все трое отказались признать свою вину, заявив, что оговорили себя во время следствия под пытками. Однако суд к их словам не прислушался, и они были приговорены к смертной казни и той же ночью расстреляны. Через семь лет генералы были реабилитированы, а Кулику посмертно возвращено звание маршала и все награды. Практически все крупные военачальники, знавшие Кулика, свидетельствовали в мемуарах, что он был абсолютно непригоден к столь высокой должности. Все отмечали, что маршал явно не обладал талантами военного стратега и был не на своем месте. Кулик разбирался в артиллерии, и при других обстоятельствах из него мог бы выйти неплохой командир артиллерийского дивизиона или даже бригады. Но произошла революция, он попался на глаза Ворошилову, а потом Сталину. Эта случайность вознесла его на вершину, о какой он не мог и мечтать, но она же привела его и к гибели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!